напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать итак поехали кто является автором оригинальной повести по которой сняли трое из простоквашина оригинальная повесть эдуарда успенского носит название дяди федор пес и кот история была написана когда молодой писатель работал в библиотеке когда интересных книг для детей не стало хватать успенский придумал истории про приключения дяди федора книга была настолько популярна у юных читателей и была экранизирована повесть воплотилась в трехсерийном мультфильме как по мнению кота матроскина нужно есть бутерброд когда дядя федор жуя бутерброд спускался по лестнице его увидел кот матроскин он сказал мальчику неправильно ты дядя федор бутерброд ешь ты колбасой кверху держишь а надо колбасой на язык класть так вкуснее получится что купил себе шарик вместо валенок мультфильм зима в простоквашино начинается ссоры шарика и матроскина поводом для конфликта послужило то что пес купил себе на зиму кеды вместо валенок они общаются при помощи телеграмм которую почтальон печкин доставляет из одного конца избы в другой что галчонок украл у почтальона печкина когда дядя федор матроскин и шарик возвращались с поиска вклада они встретили почтальона печкина который гнался за галчонком этот галчонок у меня рубль олимпийский украл его надо в поликлинику сдать для опытов на что дядя федор ответил нельзя его в поликлинику сдавать мы его вылечим и разговаривать научим матроскин хотел чтобы галчонок научился говорить что матроскин решил что они зря кормит галчонка и захотел чтобы птица приносила пользу он решил научить его говорить кто там на случай если в дом кто-то придет в отсутствие хозяев таким образом человек подумает что дома кто-то есть и ничего воровать не станет кого бы предпочел завести в доме матроскин вместо шарика в мультфильме зима в простоквашина между шариком и матроскиным произошла ссора в ходе перепалки кот сказал псу эх лучше бы дядя федор вместо тебя черепаху завел в коробочке почему по мнению шарика мясо лучше покупать в магазине пока дядя федор искал клад шарик с матроскинам мечтали как они будут тратить деньги и он сказал мясо лучше в магазине покупать там костей больше с какой телепередачей мама дяди федора сравнила их квартиру мама дяди федора сказала что их квартира напоминает передачу что где когда потому что непонятно что где валяется и когда все это кончится какой журнал выписывал кот матроскин в простоквашина когда герои мультфильма поселились в деревенском домике к ним пришел почтальон печкин и спросил что они будут выписывать дядя федор сказал что будет выписывать мурзилку шарик что-нибудь про охоту а матроскин решил сэкономить какую пользу несет картина по мнению мамы дяди федора пытаясь вступиться за кота которого дядя федор принес домой папа спросил у мамы какая например польза от этой картины на что получил ответ от этой картины на стене очень большая польза она дырку на обоих загораживает какой рост был дяди федора чтобы разыскать дядю федора его родители решили напечатать заметку в газету в ней значилось пропал мальчик глаза голубые рост метр двадцать родители его ищут нашедшего ждет премия велосипед сколько вечерних платьев было у мамы дяди федора мама дяди федора возмутилась у меня четыре платья есть вечерних шелковых а надеть их некуда мы завтра же уезжаем на курорт она не согласилась ехать в простоквашина пока не наденет последнее платье какая машина была у дяди федора с папой в мультфильме зима в простоквашина есть удивительный момент где дядя федор с папой чинит машину посреди квартиры мама войдя в комнату начала возмущаться беспорядком в доме и помимо всего прочего сказала вы с дядей федором и в пинг-понг и в шахматы играете и запорожец старый купили разваленный уж и не знаю чего вам еще не хватает что думала мама дяди федора о котах пока не познакомилась с матроскиным поближе когда мама дяди федора попросила варенье и матроскин ей принес то мама сказала ой я и не знала что коты такие умные бывают я думала что они только на деревьях кричать умеют матроскин ей на это ответил подумаешь я еще и вышивать могу и на машинке тоже а чей экранный образ больше всех меняется от серии к серии в мультфильме о простоквашина самые большие изменения в образе происходит у главного героя дяди федора во время работы над вторым выпуском мультфильма к команде художников присоединился еще один мультипликатор аркадий шер он немного изменил внешний облик каждого героя но самые большие изменения получил дядя федор к третьему выпуску дядя федор настолько изменился что соотнося его с первоначальным образом сходство можно уловить лишь в общих чертах лица а какая была порода пса шарика по высказыванию кота матроскина в каникулы в простоквашина в начале второго выпуска о простоквашина в серии каникулы в простоквашина шарик собирается на фотоохоту когда он уже уходит матроскин бросать ему фразу иди и диспаниель несчастный а что было написано на доме в деревне простоквашина куда заселились дядя федор пес и кот когда до простоквашина дядя федору и матроскину оставалось 100 метров они повстечали шарика на вопрос о свободном доме шарик ответил есть я вам один дом покажу там никто не живет хозяева за реку переехали на доме была надпись дом свободный живите кто хотите а на какой курорт уехали отдыхать родители дяди федора в каникулах в простоквашина родители дяди федора уехали на курорт поездом москва сочи с четвертого пути а электричка на простоквашина ехала с пятого пути на который уехал от родителей дяди федор а где кот матроскин взял корову мурку в мультфильме трое из простоквашина во втором выпуске каникулы в простоквашина у коровы мурки рождается теленок гаврюша когда друзья начинают рассуждать чей же это теленок свой или государственный шарик произносит фразу корова у нас чья государственная мы ведь ее на прокат взяли а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа какой на сегодня должен быть возраст у героев простоквашина учитывая все выпущенные серии а для начала давайте узнаем как сложилась судьба героев мультфильма трое из простоквашина кот матроскин и сегодня жив-здоров и он единственный из приезжих героев трилогий кто живет постоянно в простоквашина на сегодня он устроился неплохо в простоквашина и стал председателем местного муниципального собрания дядя федор а теперь уже федор михайлович трудится продавцом-консультантом в магазине бытовой техники живет один в квартире родителей пес шарик стал известным в определенных кругах фотографом и художником-экспрессионистом регулярно выставляется в московских галереях на родине бывает редко постоянно проживает на гуа родители дяди федора выйдя на пенсию купили домик в крыму и теперь большую часть времени живут там но ежегодно приезжают в гости к коту матроскину в простоквашина а почтальон печкин до сих пор трудится в простоквашина начальником местного почтового отделения напишите в комментариях ваш вариант ответа о возрасте кота матроскина дяди федора пса шарика родители дяди федора и почтальона печкина надеемся что вам понравилось мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест